так всем добрый день сегодня значит 7 октября это моя теплица первая большая в которой я высаживал 27 или 26 августа я высаживал тут кассетную рассаду сорта мурана значит первый цвет я весь оборвал усики все оборвал сейчас вот я пришел проверить что тут и как в общем есть тут первый цвет если бы не оборвал была бы такая ягода на первом цвете пришел проверить как развитие кустов и смотрите ряды замкнулись видите то есть вот в таком состоянии если растение ушли бы в зиму то весной мы бы с них получили бы хорошие практически полноценные 1 2 3 4 рожка уже поделилась тут 2 рожка маленький кустик ну тоже уже поделился в 2 рожка то мы бы на них получили хороший урожай не стопроцентно но нормально то есть от высадки кассетной рассады до ее укоренения проходит значит сентябрь и 7 дней октября ну полтора месяца до полтора месяца проходит то есть если вы высаживаете осенью и до морозов еще полтора месяца то это нормально если посадить раньше то кусты бы были мощные поделились бы там на 5 розеток уже до сердечек и соответственно сроки плодоношения немного бы оттянулись на 3-5 дней ягода была бы поздно так как это теплица на раннюю ягоду то чем раньше созреет ягода тем конечно лучше насчет осеннего плодоношения я еще решение не принял но скорее всего я тут буду ставить где этот самый сорняк кустик не развивается у нас сорняк просто задушил этот самый скорее всего тут буду ставить час несколько котлов котлы значит поставлю один здесь и туда трубу выведу один поставлю здесь и трубу выведу туда котлы у нас тут делают наши местные умельцы если интересно могу показать один котел обогревает 250 квадратных метров теплицы ну особо не напрягается не это так называемые пилетные котлы которые работают от электричества и отопление происходит за счет вот этот как из подсолнечника из шелухи делают такие вот кругленькие как знаете с мясорубки выходят пилеты их называют то есть их засыпаем в емкость и съемкости они за счет электрической такой спирали поступает в котел и там постепенно сгорая ну дают хорошую температуру плюс не заставится вентилятор и сверху в трубе если допустим маленькая тяга и сам котел и труба дают достаточно тепла для того чтобы отопить даже вот такую теплицу 42 на 10 2 котла достаточно так значит по выпадал но выпады есть всегда они встречаются выпады и почему выпады ну причин может быть несколько скорее всего что-то может быть не так было самой кассетной рассада ну я не знаю может быть процентов 5 вот ряд идет 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 раз там один идет 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 раз один то есть наряду вот раз два вижу выпало здесь вот раз два ну там вот три ну то есть это все досадится кассеткой восполнится плюс сейчас вот мурана начинает кидать вот такие жирненькие хорошие усики которую мы тоже обрежем поставим кассетку и до весны а может даже в этом году уже успеет укорениться эта зима вообще обещает быть очень теплой по сравнению там даже спрашиваю с прошлыми зимами вообще практически без заморозков поэтому усики пока не обрезали вот они не у нас уже тут все растут я думаю сделаем еще кассетку с муранами еще в этом году наверное оставим на ягоду на новогоднюю в общем вот такое развитие кстати ни разу ничем не обработал вот собирался сегодня прийти посмотреть думаю может надо уже чем-нибудь там обработать подкормить ну блин листик весь зелененький чистенький кое-где вот это скорее всего кальция на начальном этапе когда листик роз не хватало у меня тут пока нету покой подкормочного узла сейчас я поставлю здесь подкормку бочку насос и будем и тут подкармливать будем и тут смотреть оттуда ветер сейчас сильный дует я вот эту половину закрыл видите а это открыл тут не повышенной влажности как бы микроклимат но отстаю одеты в куртке тут не жарко сказать чтобы форточки верхние открыты и там открыто тоже вот предвидите конечно пыль нанесло на пленку в общем вот так вот развитие кассетки через полтора месяца все нормально будем чуть попозже покажу плодоношение ну и покажу отопление этой теплицы все всем спасибо за просмотр всем пока